Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» «Sимон» « «Симон» но также учебный и культурный тема, и сегодня мы будем тратать наше время о том, о том, что мне очень нравится, именно именно вот эта ценность у нас в Italy, из-за того, что по-английству, по-английски, и оустройстве, по-английски, который, по-английски, это замечательный, full-time историю, и что действительно Субтитры делал DimaTorzok 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 Доро DimaTorzok 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 Диким, мы говорим о том, что у нас есть фастфуд из-1979 к.C. В самом деле, это термополио. Почему я считаю этот пример? Потому что это делает понимать, что мы действительно имеем университет, что мы должны поддержать, но, во-вторых, также познакомиться к окружающемуся. И когда я вижу эти видео, или эти репрессы, я думаю, что мы действительно имеем университет, и мы действительно имеем университет на уровне университета. И это мы также видим, что мы, если мы не только один из самых стран, мы имеем, что у нас есть университет, университет, университет. Поэтому я использую, например, ПОМПЕИ, это реальтая, которая была обнаружена благодаря экипе с ОСАННО. Принято это как пример, потому что мы понимаем, как раз реальтая есть, как раз история есть в нашем территории национале. Изначально мы находимся в каждом уровне, что в том случае мы посчитаем, национальные в разных странах, это то же самое важное, но в том числе иначе к столкновению, и мы действительно должны бы знать, потому что, мы сейчас университет, мы единственными в мире, поэтому мы все эти реальтая мы имеем, мы имеем в виду, что мы, мы об национале возниками, мы должны быть в необходиме, но бы также colabor quyếtно нашим нашим patrimонio. Принято я имею в том числе, мы, если не ошибаюсь, мы сомняты, в том числе, что мы имеем в большом количестве сети УНЕСКО, около 55, если я не помню. В том числе, где мы, как территориум, мы, как территориум, с нашими сетями, мы находимся. Например, на Валдиноте, в Сицилия, где есть много сетей в этой зоне, где есть много сетей, в том числе, 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 этот интересный билет наше об этом, мы будем запистиивать подробно. Субтитры делал DimaTorzok 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 и называемые действия, которые помогают нашим нашим территорием. Не только, но и большие оттетки, как Помпея, Ирколано, льфтеатр, скажем так, что может быть дизлокат, а также в Санта-Мерия-Капаветре, что они, конечно, огромные вещества, но в таком виде, или колоссею, есть еще небольшие бурги, которые имеют чьи из периода медиевая, качество старика, баротика, и nada, и даже этой млн 얘іевымaver способом подключить эту цumnку, и это принимаетнее, что на знание и на остальном уровне, на качестве эра длительной Субтитры создавал DimaTorzok Il Ministero, soprattutto, che era necessario prendere in considerazione anche delle bellissime realtà e non trascurarne. E da qui ci inventammo anche appunto questa operazione Conoscenza. Conoscenza sotto l'aspetto, ripeto, archeologico, storico, architettonico, ma soprattutto anche quale potesse essere in mezzo utile per la valorizzazione e la promozione dello stesso. Una grandissima notizia, sicuramente da un punto di vista culturale e architettonico per la Regione Campania. Mi permetto di dire la notizia della settimana. Questo, piccola parentesi, anche grazie all'importante intervento del Sindaco di Minori, Andrea Reale, che abbiamo avuto, tra l'altro ospite qui al Tavolo della Domenica. Lo ringrazio e lo saluto con stima. La progettazione per il restauro della villa romana di Minori. Lei cosa ne pensa? Stiamo parlando comunque di un vero e proprio gioiello della costiera amalfitana. Sì, vabbè, io ho avuto modo di confrontarmi col Sindaco Reale, proprio su questo, perché quando ho saputo di questa bella notizia, diciamo che c'è stato un finanziamento per poter restaurare questa villa del primo secolo, mi sono reso conto che praticamente comunque c'è interesse da parte del territorio nel cercare di favorire una rivalorizzazione del proprio ambito. E quindi sono ben lieto che Sindaci, appunto, come Reale, spingono per favorire, diciamo, la valorizzazione, ma soprattutto anche il restauro di questi ambiti molto importanti. Ovviamente questo è grazie all'opera di persone come Reale, ma come tanti altri sindaci, a dire vero, che credono nel proprio territorio, credono poi soprattutto in una come nella costiera amalfitana, che sta vivendo un periodo un po' particolare dopo gli ultimi accadimenti, è necessario far conoscere che esiste, ma del resto è sempre stata così, la costiera amalfitana è famosissima anche per questo, per le bellezze naturalistiche, ma anche per le bellezze archeologiche, come in questo caso. Quindi ben vengono condizioni e situazioni di questo tipo, perché certamente potranno aiutare nel rilanciare, nel ripartire alla grande con un turismo sostenibile ed ecosostenibile futuro. Presidente, prima di lasciarla ai suoi impegni, mi permetto un'ultimissima, un pochino più personale, come sempre accade qui al tavolo per chiudere le conversazioni con i nostri ospiti. Quali sono i progetti e gli auspici personali per la vostra associazione per questo 2021? Il mio auspicio è quello che noi riusciamo a diventare un'associazione sempre più al passo con i tempi, che quindi abbia la prospettiva di poter crescere, ma soprattutto di poter dare evidenze di tutte le attività, le faticose attività che le proprie sedi compiono e eseguono nel tempo. Quest'anno la mia prospettiva immediata sono i 50 anni della nostra associazione. Come ho detto all'inizio, la nostra associazione è nata nel 1971 e nel mese di ottobre terremo un congresso nazionale a Roma, dove avremo il confronto con le istituzioni, ma avremo anche un confronto con le proprie sedi, quindi con i propri presidenti di sedi, perché dobbiamo ripartire in un periodo di Covid, dobbiamo ripartire per un rilancio forte del proprio territorio. Veda, io ripeto sempre una frase famosa, quella là che noi dobbiamo partire di quelle che sono le nostre conoscenze del passato e vivere il presente, ma guardando però al futuro, ovviamente. Però guardando al futuro è necessario guardarlo in prospettiva, però in modo organizzato, e soprattutto non solo organizzato, ma avendo coscienza delle proprie capacità. E solo così noi possiamo essere al passo con i tempi e possiamo dare sicuramente quello in ponte necessario per rilanciare e ripartire con il proprio territorio. Presidente, io la ringrazio per il suo tempo, le sue parole e le auguro un buon lavoro. La ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Buona serata, grazie. Ringraziando nuovamente Rosario Santonastasio, presidente nazionale di Archeoclub d'Italia, questa puntata del Tavolo della Domenica basata e fondata su quella che è la bellezza culturale e artistica di tutto il panorama nazionale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento, come al solito, a domenica prossima alle ore 21.30, come di consueto nuova puntata del Tavolo della Domenica. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.